Я не знаю, что я не задумывался, вдруг родился ребенок, это вообще чудо. И вот сейчас поэтому не нужно глядя на детей и говорить, вот учись, хороший рим, вот этим хорошо занимайся. Мы должны просто благодарить за то, что ребенок родился. Мы должны благодарить за то, что ты вообще родился. Только за это мы должны благодарить. Что вы знали? Мы ничего не знали. На самом деле это проклятие телных сил. Необходимо готовить плоть свою. О чем я говорю? Необходимо, чтобы ваше тело было здорово. Если у вас есть какая-то болезнь, не изучинайте ребенка. А если, например, у отца есть какие-то болезни, то не нужно тогда иметь ребенка, зачинать ребенка. Если у матери сейчас какие-то проблемы, не нужно зачинать ребенка. Необходимо сначала вылечиться от болезни. Аниме-то, я сейчас занимаюсь каким-то огромным проектом, я занимаюсь работой. И сейчас я направлю всю, я полностью нахожусь в этой работе. Я получил очень много стресса от этой работы. И вы знаете, что вот это состояние, она передать ребенку. Четвертое. Поэтому здесь, 음식을 잘 먹으세요. Я понимаю, чтобы вы были хорошие, нормальные еды. Я думаю, чтобы вы были хорошие, нормальные еды. Я думаю, чтобы вы были хорошие, нормальные еды. Женщины особенно хорошо есть волокы. Ячей 종류를 많이 먹으세요. И также овощи. Могу так поднимаются. Я понимаю, чтобы тело было здорово. Крекция. Кальций должен быть, присутствовать. Дамбекчи. 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 Сарэса науэнный, 음식. И затем должны быть зерновые. Мы можем сказать о том, что должно есть мужчина. Но корейские бабушки это продают. Это то, что едят корейцы. Бучу. 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 Бучу зелень, чеснок. Бучу зелень, лук, чеснок. Бучу зелень. Бучу зелень. Физакста. Физакста. слун komplett свитой зеленье. Лук раз SUS. Зелень лук зелень. До какой степени все это полезно? Один человек прилагал какие-то усилия, но и он голодал. Он съел только вот это, но у него стала появляться сила, огромная сила. То есть у него появилась способность думать, он спокойно стал размышлять. В душе стал спокойствием, и он обрел силы, и он перепрыгнул стену. Перепрыгнул стену. Перепрыгнул он куда пошел. Он пошел в странное место. Если вы будете есть разновидностью, то тогда будет появляться ровное количество спирматозоидов у мужчины. Аминь. 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 Особенно мужчины, вы должны задуматься, вы должны уникнести ответственность, у мужчин необходимо, чтобы женщины могли бы логать на мужчин, почему вы просто так ходите, вы должны остаться на одном месте, хотите заодно что-то. Аминь! Серегиа! Понятно? Аминь! Вы должны клипку выкинуть, потому что это непростая проблема. Аминь! Аминь! Вот так вот, Серегиа. Сайди, пожалуйста. Иди сюда. Ай, вы можете сделать. Хорошо. Аминь, хорошо? Все нормально. Сереги? А, Blessed, Сергей! Это все хорошо! Вы очень хорошо выглядите, очень здоровы. Начнем с нами. Нет. Нет, в�� hast bark, оснастsellете. Нас всегда готовы. Ахахахаха Ахаха Ахахаха Interesting Ахахifer Completely Ай来 Айчо Ахаха На самом деле, то, что такие дети слышат послания, это благословение для нас. Потом уже эти дети будут расти. Они должны иметь правильный взгляд на секс. Насколько это важно? Вот сзади двое, пожалуйста, идите сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Как будто не было, зная, что твое тело очень важное, ценное. Потому что в твоем теле уже готовится ренот, который будет имплитировать весь мир. Аминь. Ты понял? Аминь. Поэтому нельзя с кем попало иметь отношения. Аминь. Вот сегодня, слушая послание, чтобы ты понял. Надо всегда просить преисполнение двух к этому. И когда мы начинаем детьмуночить, люди решили изучать ребенка, то начинать их ногу в спокойных условиях. Я бы не 좋 Perum. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И что Бог будет действовать в этом. А из этой веры вытекает огромная уверенность. Те, которые имеют веру, они имеют уверенность. Имеющий уверенность тот молится. И поэтому в нашей жизни самым важным является эта вера и уверенность. Мы имея это учимся. Мы имея эту тайну ведем так же. И тогда не может мне получиться. А в мыслях моих что должно находиться? В мыслях моих должно быть переполнено мыслями завета, которые Бог дал мне. Проблема на самом деле в мыслях человека. Там мысли находятся неверия, мирские мысли, ненависти. В основном это все заполняет мысли человека. Поэтому что же меня в мою жизнь разрушает, это я сам разрушаю себя. Правильно это? Повторите. То есть я сам себя разрушаю? Разве не так? Не могут и извне меня разрушать. Я сам себя разрушаю. Поэтому внутри меня в моей души что же находится? То есть что же на самом деле в моих мыслях имеется? Вот это делает меня. Это понятно? Это является очень важным. Поэтому находящийся то что имеется внутри меня делает всю мою жизнь. Что у меня внутри имеется? Вот это есть мое будущее. Что у меня должно быть внутри? Что у меня должно быть внутри? Нарег должен быть. Халлелуйя. И тогда, конечно, нет тех проблем. А что такое совет? Бытие 3 глава 15 стих. Иисус Христос. Халлелуйя. Наша бабушка Тимбурдон, она свидетельствует мне. О том, что она получила ответы. И очень хорошо она радуется. Хотя она ничего не знает. Ч 나 знает только spent years time. И через Христа она постоянно получает ответы. А почему она получает ответы? Потому что она простая. Она очень простая. Она чистая. Она знает только одно. Только Иисус Христос. Иисус Христос несет ответственность полностью. Вы родили ребенка. Этот ребенок на кого только смотрит? Он смотрит только на родителей. Для ребенка никто не существует, только его родители. А кто должен его растить? Мама только должна растить. Почему? Потому что он смотрит, ищет только меня. Это понятно? Нам нужно терять только на Господа. И тогда Господь будет вести ответственность. Аминь. Душа должна быть в душе. Это слово Бытия 6 глава 14. Я нахожусь в ковчеге. Жизнь, которая находится внутри ковчега. Это слово должно быть прямо в душе вбить. И что бы я там ни делал, я нахожусь в ковчеге. Вот это должно быть в мыслях моих. Аллилуйя. Вот это является очень важным. Слово Бытия 12 главы с 1 по 4 стихи. Кто я такой? Я источник благословения. Это слово Божие должно заполнить всю мою душу. И тогда я становлюсь источником благословения. Я желаю, чтобы было у Вас такое благословение. Божие 26 глава 13 по 14 стихи. В моих мыслях что должно быть? Я стану богатым человеком великим. Я получил источник воды живой. Аллилуйя. Я должен быть переполнен только вот этими словами. Вот это и означает Он взялся за завет. Но что это означает взяться за завет? Это когда я схватился за Божье обещание, которое Он сказал. Это должно быть в мыслях моих. Попробуйте, если у Вас пребудут эти слова Божьего завета в мыслях Ваших. Если в душе Вашей, тогда у Вас будет такая прочность в Вашей душе. Это такое дает мир и покой. Попробуйте утром много наесться. И Вы чувствуете уверенно. Сегодня я тоже дали много бульона и туда я положил кашу и все это съел. А потом еще что-то принесли и сказали это еще съесть. Это очень вкусно. Там остались еще? Надо потом закончиться и еще раз поедать. И вот ел там, кажется, со сметаной, да, очень вкусно. И теперь у меня там внутри все насытился. А спал сегодня в гостинице с Ахаром. Там неудобно. Сейчас просто устал, что там спал. Я сказал, что просто я там не очень отдохнул, как следует. А наш брат Сергей сказал, что мы уже там маги. Это не очень хорошее. И вообще-то посоветовали там позавтракать. И говорят, а мне не дадут. Потому что я там не записана. И поэтому мы возвращались, не позавтракал там. Здесь намного вкуснее поел. И вот теперь я такой сытый. Подумайте. И вот мы питаемся плотской пищей. И мы чувствуем уверенность такую. И есть еще духовная пища. Слово Божье. Слово о Христе. Это Слово Божье, когда заполняет мою душу. Тогда человек становится стойким. Этим Словом можно идти на любое место. Всевогущий Бог. И ты сверши там Слово, которое да мне обещали. По Слову Божьему, ты все сверши. Такой душой мы уходим. Бог, Он свершает таким образом. Как человек держит это Слово, так Он и свершает. И поэтому мы обязательно должны держаться. Матвея 16 стих. Христос. Христос. Кристос. Мы должны крепко держаться. ЮАН БОГУМ 15.1-7. Атияна 15.1-7. Я, Моя жизнь прикрепленная к Венераторной глазе. Это Моя жизнь прикрепилась Господу. Крепко держитесь за это Слово. 1 Коринфянам 2 глава 12 стих. Я принял не Духа этого мира. Я принял Духа, которая пришла от Бога. Человек, который принял Божьего Духа, с чем можно его сравнить? Когда Божий Дух пришел ко мне в Душу. Это Дух Мудрости. Дух Святого Духа. Дух Исцеления. Дух Восстановления. Дух Восстановления. Вот это, все эти Духи, они находятся во мне. Аминь. Я желаю, что Вы пожинали эту Тайну. Человек, который имеет вот такие Тайны, его называют Человек, имеющие драгот сокровища. Если мы будем пожинать это сокровище, тогда еще огромные мудрости мы будем пожинать. Вот эта мудрость, она должна на всех Ваших местах детях проявляться. Аминь. Это понятно? Аминь. Сочи даже и я. В моей душе что имеется? Всегда вот это Слово дашь. Я молюсь, Господь, я нахожусь в ковчеге. Господь, я источник благословения. Бог, Ты обязательно совершишь Слово, которое мне дал обещание. Я приюблен к Господу. Я всегда размышляю над этим Словом. И что тогда будет? И что тогда приходит ко мне? Мир и покой приходят ко мне в душу. В моей душе приходит огромный покой. И тогда человек имеет такую большую, большую свободу. И то, что у меня внутри находится свобода и мир, оно передается и другим всем людям. Аминь. Я открыл церковь. И верующие все больше и больше становится, увеличивается. И, значит, пришла нужда транспорте. И посоветовались с верующими и пришли к такому выводу, чтобы купить транспор. Но веры у верующих не было. И, значит, они говорили, что у нас не хватает денег. Хотя когда говорили, что в начале купим машину, все говорили аминь, а когда уже приняли решение, они уже не так говорили. Они просто находятся тихо. У них в душе веры не приходит. И тогда я спросила, идите и отправила. Возвращайтесь все домой. А потом я им сказал, Бог знает, что мы нуждаемся в машине. Или через кого-то Бог пошлет на машину. Кто-то или кто-то из наших возьмет машину. Или Бог делает так, что мы сделали столько пожертв, чтобы сами могли купить машину. Обязательно случится такое. И отправилась их домой. Они все исчезли. И с тех пор я стал молиться. Ты все знаешь. Не нуждаемся в машине. И стал молиться. Пришла неделя. И нашу церковь пришел угрозапрощенный. Это был юноша молодежь. Не женатый. Ну, за регистрировал имя свое на шоксарский. И стал получать очень много благодати. Но я особо не задумывался. И на следующий день он позвонил. Он говорит, это я. Я спрашиваю, назвал имя, говорю, что случилось? Вашей церкви нужна машина. Я говорю, что? Машина нужна? Я говорю, что? Ага, узнали. Ко мне у вас тогда пришла? Я говорю, да. И что? Он говорит, я вот ходил церковь, а потом как-то перестал ходить церковь, и вот пока не ходил церковь, я не делал десятины. И говорит, если собрать все вот эти десятины, то где-то 5 миллионов он купится. Я говорю, можно я найти деньги куплю машину для друг друга? Я говорю, что? Аллилуйя! Я говорю, что это такое? Аминь! 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 Я говорю, ты даже не спрашивай. Я спрашиваю, покупаешь? Муксарик, что это такое? И спрашиваю, пастор, тогда какую нужна машину? Какую марки купить? У нас в Сахаре немного машина. Истана. Чайный мест. Донго? Донго. Истана. Микроавтобус у нас есть истана, да? Истана. Кинго. Длинная такая. 15-й. На 15-местный. Вы видели? Это хороший машина. Аминь! Такая основательная. Аминь! Я говорю, что вот эту машину покупать. Мы покупаем машину. Мы много будем ездить, колеса должны быть такие крепкие. Он сказал, понял. И значит, он сам в покупке был заинтересован. Прошло где-то неделю. Смотри, что тут лежает. Аминь! Белого цвета. Таким где-то, как, тia надо, так и далее. Дал지는 кунду. Просто летит! Но это очень очень веселая машина. Блестящая машина. Па-а-а. Па-а-а. Пип-пип-пип-пип-пип. Мягко. Я-а-а-а-а. Смотри, что у меня на Аминь! И сейчас эта машина очень хорошо работает. Аминь! Олма о дай! И такая большая благодарна! Аминь! Аминь! Эта машина стала моими ногами. Я везде на этой машине ездил. Не. Подумайте сами. Когда молимся. Держать за завет. Вот так дираю мою голову. Я желаю, чтобы на вас было больше позволять. Еще сказать вам одно. Когда я только начинал церковь открывал. Не было денег. Если нет денег, как можно открыть церковь? Но остается только молиться. Я встретила одного человека. И он говорит. В том районе было одно помещение. И где-то пять лет это помещение пустовало. И вот когда я приняла решение открыть церковь. Вот это помещение выставили на продажу. Но помещение подходит под церковь. И стоимость вот этого помещения, это значит пять миллионов. Пятьдесят миллионов. А у меня нет таких денег. Я молюсь. Но помещение стоит там подальше. И просто Бог дал, значит, желание вот хозяину этого помещения. И он, значит, мне говорит, ну, не за пятьдесят миллионов, а за тридцать. А у меня что, и такая же сумма. У меня и такой сумма нет. У меня и таких денег нет. Ну и помещение стоит там подальше. Ну то, что он почти на половину срезал цену, это все это и то чудо. И люди приходят, интересуются. Дон 1000 ману билю, билю. А, билю. И значит, мне там люди приходят и говорят, я вам одолжу. Десять миллионов, говорит, одолжу вам. И мы купили вот это помещение. И, значит, вот отсюда стала растить церковь. До того, как идти на это сюда, я купил землю. Под такой подсобкой хорошая земля. Аминь. Там чего будем строить? Там будем строить здание для обучения родственников. Там будем строить помещение для обучения детей в утробе. Для обучения детей ясеного возраста. Начальник класса. Сейчас там строится. Хотя у нашей церкви, там где мы верующие ведем по высушению, уже ведется это обучение. Хотя там уже собираются беременные и там обучаем Слову Божию. И все маленькие дети собираются ежедневно получать обучение. А начальник классов они выходят на утреннюю молитву. Они приходят на утреннюю молитву, помолятся и учат английский языком. Как хорошо. И здесь тоже мы должны выполнять эту работу. Аминь. У нас же есть, которые говорят по-английски. У нас же есть начальник классов дети. Поднимите руки, у кого дети начальник классов. Начальник классов поднимите руки. Нельзя их оставлять так, как они сейчас находятся. Аминь. Аминь. Используйте утренние часы. Аминь. Ну, придите хотя бы до 6 часов. Аминь. 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 Это памяти человека. Это самое благоприятное время для человеческого ума с 4 до 5 часов утра. Тогда самый светлый ум и очень хорошо совершает горшок. Это самая лучшая возможность, это самая лучшая память, когда запоминаешься. Знаете, когда он может лучше всех расслабиться. Зあты до 10 часов, 3 часа ночи. То есть, ну, позже ложитесь, но ложитесь 10 часов, самой позднее. И надо спать из 10 до 2 часов ночи. Тогда в организме у детей выходит гормон роста. А если в это время не спать, ребенок не может расти. И поэтому чем меньше возрастом ребенок, то нужно быстрее усыплять. То есть до 10 часов. И еще солнце не встало, а до рассвета нужно разбудить его. И молиться. И учить английскому языку. Вот он станет людей. Вы попробуйте, испытайте. И тогда нужно учить и корейскому языку. И английскому. Молитесь вы. Такая система, чтобы действительно появилась в Ташкейске. И отсюда должны быть личности. Аминь. Я желаю, чтобы у вас было такое благословение. Я постоянно размышляю над всем этим Словом Божьим. Я источник благословения. Я нахожусь как в Чеке. Я благословенный человек. Я постоянно молюсь. Я получил Божий Дух. И к такой я пожинаю покой. В моих мыслях должен пребывать завет. Это должно стать основой и в моей душе должна быть вера. Вот в этой вере у меня должна появиться уверенность. И верить в это. Аминь. Верите в это. Тот, а кто такой человек Исаак? Он, это пожинание. Я желаю, чтобы пожинали. А чего должны мы пожинать? Мы должны пожинать завет. Я должен пожинать весь этот завет. И поэтому Исаак это какая вера? Это пожинание веры. До какой степени он пожинал? Он пожинал до такой степени, что он стал большим-большим богатым человеком. Огромным богатым человеком. До такой степени, что он обрет источник воды живой. Посмотрите вот так. И Абрам, он в своей жизни очень много страдал. А почему он страдал? Пока он не осознал до конца завета, он страдал. А Исаак не было этих страданий. Он спокойно был. Почему? Потому что за завет, который взялся отец, он как есть, так и взялся за этот завет. То есть у него было это испытание, когда на горе Мария он испытал живого бога. И вот это испытание стало тайной для него то, что он имел внутри себя. Вчера говорилось. Вот эта тайна и сейчас имелась у Исаака. И поэтому Исаак это? Это ее совершенная вера. Чистая вера. Он имел это. И поэтому в опыте жизни Исаака у него все всегда получалось. То есть поэтому он стал и таким огромным богачом. Я желаю, чтобы и у вас было пожинание. Чтобы вы пожинали весь этот совет. А как нужно пожинать? Я желаю, чтобы вы пожинали это в своем бизнесе. Я желаю, чтобы вы пожинали на месте учеба, там, где вы учитесь. Я желаю, чтобы вы пожинали на предприятиях, где работаете. Иисус Христос, он является не только Иисус Христос в церкви. И на ваших работах, где работаете, и там Иисус является Христос. И в школе, где учите Иисус это Христос. И Иисус Христос, он везде применяется в жизни. Давайте посмотрим на примере бизнеса. Всемогущий Бог. Я веду этот бизнес. Благослови этот бизнес. Я источник благословения. Я нахожусь в Ковчеге. Моим хозяином является Иисус Христос. Господь, ты руководи всем бизнесом, которым являешься сам хозяином. И пошли обязательно нужного человека. Истинно до встречи с человеком, которому обязательно нужно встретиться. Именем Иисуса Христос. Греемся, Греемся, Греемся.